Музыка Этому месяц, этот месяц вернее, на мое сердце пришло такое желание назвать месяцем обетования Божьего. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Верен обещавший». Есть откровения, которые Бог мне дал, но, знаете, каждое откровение как драгоценный камень. И будет такая прелюдия к этому откровению, если Бог позволит, и время получится поделиться этим откровением. Я обязательно отдам это откровение почему-то, что я чувствую, что это слово, оно сегодня ко времени, и оно касается сегодня нас, именно это откровение. Но я сделаю несколько таких шагов для того, чтобы осветить вообще тему Божьего обетования. Я знаю, что большинство людей, вы знакомы и имеете это понимание Божьего обетования, но есть вещи, которые я хочу просто как немножко подкорректировать и, знаете, как может напомнить. Потому что я движусь откровением, и это то, что я вижу, что есть люди, которые остановились в движении за Богом, которые остановились и двигаться к осуществлению того плана и той цели, которую Бог имеет для их жизни. То есть есть остановка, когда мы перестаем верить, когда мы перестаем доверять Богу, в нашей жизни это духовная остановка. Бог всегда желает, чтобы мы двигались, может не своими ногами, но в своем сердце мы всегда должны стремиться к чему-то. И сегодня, может, будет маленький такой и тест, маленький такой экзамен. И я верю, что это время для нас будет благословением. Поэтому, Отец, я сегодня в смирении стою перед Тобой, и я осознаю свою нужду в Тебе и Твою помощь. Я сегодня нуждаюсь, дай мне сегодня ясный ум, дай мне сегодня способность для моих уст передать это. И я прошу, чтобы Ты, Духом Своим, Ты помазал, Господь, это Слово, и Ты проговорил сегодня к Своему народу, тех, кто сегодня здесь, и тех, кто будут слушать это Слово. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, я буду держаться конспекта. Почему? Потому что у меня очень много материала. Постараюсь меньше двигаться, быть здесь возле кафедры для того, чтобы по максимуму передать вам. Итак, если мы внимательно посмотрим на Библию, когда мы начинаем изучать Библию, мы увидим, это то, что Библия, она полна обещаний. Кто-то даже подсчитал там тысячи-тысячи этих обещаний, которые Бог проговорил через Своё Слово. И когда мы видим, Бог давал обещания в определённое время, определённые обстоятельства и определённым людям. И сегодня мы как верующие, мы последователи тех людей, кому Бог говорил жизнь, и это имеет отношение к нам. Это имеет отношение к нам. Мы принимаем это как своё наследие. Но особо радостно приходит в нашу жизнь, когда Бог лично животворит какое-то обетование лично для нас. Вот почему в нашей жизни всегда должен быть акцент на отношении с Богом. Это то, к чему мы всегда должны стремиться — к отношениям с Богом. Чтобы точно так, как Бог проговорил в жизнь Авраама, когда у него была нужда, в жизнь Иосифа, в жизнь других, в жизнь Давида, проговаривал, и они получали это обетование, это обещание лично для себя точно так же. И мы должны стремиться, чтобы в нашу жизнь Бог тоже проговаривал, чтобы эти обетования, они не только касались, допустим, Авраама, и они касались Давида, но чтобы они касались лично меня. Сегодня есть какая-то нужда в моей жизни, сегодня я нуждаюсь в исцелении, сегодня, может, еще я столкнулся с какой-то проблемой в своей жизни. Послушайте, всегда ревнуйте о слове от Бога в своей жизни, чтобы Бог животворил это слово. Знаете, если кому-то попадет моя Библия в руки, если кто-то будет листать, может, кому-то как наследство попадет, или, может, случайно попадет, я думаю, воровать никто не будет, вы увидите, будете листать и увидите, что напротив некоторых мест Писаний стоят цифры, стоит день, месяц и год. Знаете, что систь значит? Это значит то, что Бог в этот день для меня животворил это обетование, и я стоял с этим обетованием перед Богом, благодарил Его и говорил, Господь, пусть это слово, оно исполнится. Почему? Потому что я знаю, что верен обещавший. Поэтому никто не должен пренебрегать отношениями с Богом. Но сегодня то, что я начинаю замечать, то, что я вижу, есть такое понимание атеист. Кто знает, кто такой атеист? Кто знает, кто такой атеист? Те, кто отрицает Бога. Но есть такое понимание. Деист. Это люди, которые соглашаются с тем, что Бог есть, но они остановились, и они утверждают, что Бог сегодня перестал говорить, Бог сегодня перестал действовать. Они воспринимают слово как историю. Они смотрят на слово как на историю. Да, был израильский народ, да, это происходило, это было до определенного времени. Они смотрят на апостола Павла, да, это было, это было, это было. Но уже есть полнота, и эта полнота, она в Слове Божьем. В Слове Божьем да, аминь. Но сегодня Дух Святой, Он желает иметь отношение, общение сегодня с нами. И это то, что Дух Святой делает. Он животворит это слово, и это обетование, когда оно становится лично моим, я становлюсь вооруженным, я становлюсь снаряженным. Вот почему жизнь с Богом, это не какой-то праздник, не какой-то определенный день, это каждый день, каждый день, каждый день в нашей жизни должно быть время, когда мы ищем с открытым сердцем Его лица, и мы просим, говори нам, чтобы мы не оказались в числе этих людей, которые скажут, а, Бог уже сегодня ничего не делает, Бог сегодня уже не говорит, уже все, сила. Все, что Бог хотел сказать, Он уже сказал, и все, что хотел сделать, Он уже сделал. Мы нуждаемся, мы знаем, что мы служим живому Богу, и мы нуждаемся в Его проявлении в своей жизни. Поэтому каждый из нас, мы снаряжаемся через откровение, когда Божье обетование, оно становится моим обетованием. Потому что хорошо, когда Бог проговорил кому-то, но лучше, когда Бог проговаривает ко мне. И, возможно, даже одно слово, которое вы получаете в свою жизнь, когда Бог что-то животворит, просто животворит слово, животворит слово. Это слово, оно будет, может, для вас импульсом, источником силы на всю оставшуюся жизнь. Есть, допустим, некоторые откровения, которые Бог даровал мне, и которые служат мне источником силы для меня. То, что меня вдохновляет, то, что меня ободряет, это именно эти обетования, которые Бог непосредственно мне проговорил, которые мне открыл. И мое большое желание, чтобы каждый из вас, вы имели тоже эти обетования. Немножко позже мы к этому подойдем. Потому что наша жизнь, она выглядит так, когда Дух Божий приходит, это я за свою личную жизнь. Почему-то я хочу этим поделиться. Я уже сказал, что деисты — это люди, которые останавливаются в движении за Богом. Моя личная жизнь, когда Дух Божий приходит, и ты чувствуешь себя наполненным, ты чувствуешь себя переполненным, и тебе просто хорошо. Допустим, как в среду служения у нас в гостях была пастырика Рубка, проповедовала. Она говорит, заканчивай. Я говорю, дальше. Я не знаю как, но мы не просто как в купели. Дух Святой пришел, и ты переживаешь, ты чувствуешь, потому что сердце твое открыто. Бог, Он говорит, Бог прикасается, и ты переживаешь это наполнение. Но есть моменты, когда нету, может, явного такого проявления Божьего в жизни. И ты чувствуешь в этот момент такое впечатление, вроде ты как Илья сидишь возле пересохшего источника. Ты к одному приходишь, ты к другому слову приходишь, читаешь, может, к какой-то молитве или к какому-то псалму, но ты чувствуешь, что нету присутствия Божьего, как засуха. И вот как раз то, что деисты, они соглашаются с тем, что засуха, пересохший ручей — это ихняя судьба. Никогда, дорогой брат или сестра, не согласись с этим. Мы призваны, и мы имеем жизнь, мы имеем жизнь в нашем Боге. С первых дней отношения Бога с человеком Бог общался обетованиями. Бог общался обетованиями. Эти обетования, они, я сделаю такую классификацию, они регламентировали отношения человека с Богом. Первое обетование, когда Бог сказал, не вкушай от этого дерева, потому что смертью умрёшь, и то, что Бог сделал, Он исполнил это обетование. И второе обетование, и второе, которое более, может, нам приятней, но мы должны учитывать две стороны. Это то, что есть. Те обетования, которые регламентируют, это то, что Бог будет исполнять, нравится нам или не нравится. Когда это, возможно, может, касается какого-то, ну, чего-то неприятного. Допустим, сегодня я читаю евреям, и автор пишет, ложа ваша будет чиста и непорочна, потому что Бог судит всякого блудника. Обетование? Обетование. Приятно? Приятно. Те, кто живут в святости, в праведности, но неприятны те, кто… Это обетование. И мы с этим должны соглашаться. Бог таким образом регламентирует, приносит поправку. Следующее. Обетование, которое касается нашей жизни, которое приносит нашу жизнь цель. Пример, допустим, взять Авраам. Бог встречается с Авраамом, и Он обещает ему сына. Кто помнит эту историю? Мы не будем возвращаться к этому. Я думаю, что у всех эта история на памяти. И Он обещает ему. Вот точно так же и в нашей жизни. Бог, когда встречается с нами, Он обещает. И то, что это обетование, оно должно руководить, оно должно стать целью для меня. Есть точка, когда Бог мне говорит. Есть время, когда Бог это исполняет. И когда-то мы с вами на одном из служений, мы разбирали с вами одно местописание, и мы разбирали времена. Какие есть времена. И есть такое понимание, есть такое греческое слово, как «кайрос». Кто был тогда на служении, вы должны это помнить. Что это за слово? Оно касается определенного времени, когда Бог посещает для того, чтобы исполнить то обетование, которое Он сказал. Это то, ради чего мы живем. Это то, ради чего мы живем. Есть пункт А, есть путь Б, и есть пункт С, в который мы приходим. Это время кайрос, это время Божьего посещения. Греки, у них в обиходе было это слово, и они говорили «счастливый момент». Они называли это «счастливый момент». В Библии, в Новом Завете это слово тоже употребили, и мы живем ради этого счастливого момента. И как раз вот этот путь, который мы проделываем до той точки, когда Бог что-то обещает в нашу жизнь, этот путь – это путь нашего испытания. Это путь испытания временем, это путь испытания нашей веры, это время, одним словом, это время испытания. Это все патриархи, все, кому Бог что-то обещал, они проходили это время и дошли до той точки, которую Бог что-то исполнил. И я верю, что точно так же сегодня и в нашу жизнь Бог говорит свое слово, и есть время, когда это слово должно исполниться. Но вот это время, этот отрезок времени, мы должны пройти. Это сложный путь, это трудный путь, но есть необходимость этот отрезок времени пройти, для того, чтобы увидеть осуществление. Поэтому временами некоторым Бог открывает свое слово, допустим, открывает свое слово, дарует обетование. И некоторые думают, если Бог сказал, значит, это прямо сейчас должно исполнится, или должно это завтра исполнится. Но послушайте, не всегда так бывает. Даже если Бог сказал, я сделаю это, и кто-то услышал, потому что множество обетований, которые написаны, они написаны в настоящем времени. Даже Бог, когда говорит, я исполнил, я сделаю это, он говорит, это тоже в настоящем времени, в нашу жизнь. По одной только причине. Бог живет не во времени. Мы живем во времени. И слово, которое Бог открывает, как обетование, которое приходит для нас, оно касается определенного времени. И к этому времени необходимо что сделать? Дойти. Дойти. Что останавливает, что останавливает многих на пути к осуществлению этого обетования? Скажите, повернитесь к своему соседу, скажите, уныние и разочарование. Это большой враг на пути у верующих людей. Это большой враг. Я сейчас исследую малых пророков. Я сейчас такой обиход беру. Вдумчиво читаю. Вдумчиво читаю. И вот как раз несколько пророков, которые попали мне, и мы сегодня будем касаться некоторых книг. Книга Агея. Если вы откроете вместе со мной книгу Агея. Эта книга, она вот подходит к нам, вот к нашему времени. Вот эта книга, она подходит к нам, к нашему времени. Израиль был в рабстве, но в один момент Бог освобождает их из рабства. То есть они не один раз были в рабстве в египетском. Они были в плену, и как раз вот этот пророк Агей, он служил в это время, когда Бог вывел их из рабства, и он вывел их с определенной целью. Он вывел их и пообещал им, что они построят храм. Когда Бог давал обетование для них, это то, что он ожидал, что их жизнь, она будет сфокусирована, и строительство храма будет центральным местом в их жизни. Время было сложное, потому что они пришли с рабства, много, можно сказать, как на разрушенную землю, и на этой земле им надо восстанавливать храм. И вот пришел момент, когда они начали строить храм, а потом то, что у них начало приходить уныние и разочарование. Потому что, когда пришло обетование Божье, когда пришло обетование Божье, вы выходите на свободу, вы будете строить храм. В этот момент всегда приходит радость. Вот точно так же и в нашу жизнь, когда Бог что-то проговаривает, это то, что мы переживаем. Вау! Если это было вечером, то на утро ты сталкиваешься с реальностью, то, что Бог пообещал, это не исполнилось. И вот точно так же, когда они пришли с этого рабства, пришли на эту землю, на свою землю, начали строить храм, то, с чем они столкнулись, они столкнулись с унынием. Почему? Потому что много чего не хватало в этот момент, это как историческая справка, но это история, она очень где-то похожа, как, относится к нашей жизни. И вот в этот момент многие, когда разочаровались, то, что они сделали, они перевели фокус на свою личную жизнь. Они начали заниматься своим, ну, послушай, Бог дал обетование, а мы пришли, тут проблема строительства этого храма, дерева нету, золота нету, камней нету, мало того, когда начали строить храм, когда начали строить храм, были еще люди, которые застали старый храм Соломона, которые видели ту славу, которую имел тот храм, потому что это был храм очень богатый, Соломон строил храм как раз в пик своего экономического процветания, и тот храм, в этот храм приходили, это было чудо света, и на этот храм приходили люди с разных мест для того, чтобы только посмотреть, даже язычники, царица Савская приперлась для того, чтобы только посмотреть на величие этого храма, и насколько было величие этого храма, велико, но когда начали строить этот храм, те, кто еще застали предыдущий храм, когда они видели, начали поднимать, начал строиться этот храм, а он строился, можно сказать, с чего попало, и как, поднимался, сильно отличался, и те, кто видели, они начали приносить уныние, говорить, послушаю, это что Бог, это что осуществление Божьего обетования, он сказал, построим храм, это что Божье, вот точно так же и мы в своей жизни, Бог нам что-то открывает, и временами, моментами мы через что-то проходим в своей жизни, и мы смотрим, кажется, послушаю, Бог это открыл, оно все каким-то перекосяком, вообще как-то не так, в этот момент то, что приходит, приходит разочарование, уныние, и многими то, что происходит, они останавливаются в том, чтобы следовать дальше за Богом, но послушайте, когда Бог, Он открывает свое слово, Он будет бодрствовать, и когда мы смотрим на пророка Агея, Бог приходит их и обадривает, Он приходит и их обадривает, обличает, Он говорит, послушайте, вы вышли на свободу, многие говорят, не время строить храм, не время то-то-то, вы зарабатываете, вы много работаете, зарабатываете для дырявого кошелька и прочие-прочие вещи, Он говорит, потому что Бог, Он будет, когда Он открывает слово и дает какое-то обетование, Он всегда будет бодрствовать вокруг этого слова, Он будет бодрствовать вокруг этого слова, и вот разочарование, я дал этому такое определение, бодрствую над своим сердцем, чтобы оно было готово принять Божье обетование и сохранить это Божье обетование. Оно должно сохранить Божье обетование. Потому что для людей во время пророка Агея у них было множество оправданий, то есть можно было найти множество оправданий, точно так, как и сегодня. Бог для кого-то открыл, допустим, Его призвание, Его служение, Слово Божие открыл для того, чтобы Он жил и это было как цель для Него в Его жизнь. А Он осуетился, разочаровался и нашел для Себя в этом оправдание. Послушайте, никогда не ищите для Себя оправдания. Если Бог призвал, если Бог открывает, послушайте, ухватитесь за это слово, сохраните это слово, сокройте это слово в своем сердце. сокройте это слово в своем сердце, потому что верен обещавший, Он обязательно это исполнит. Следующий такой пункт, это пункт как проверка. Сафонии, вторая глава. Это книга малых пророков, вторая глава, первый стих. И следуйте себя внимательно. Исследуйте. И здесь говорит, народ не обузданный. И сегодня вот я хотел бы задать такой вопрос, потому что исследуйте, это звучит как испытывайте себя. И вот я возьму минутную паузу, пусть каждый сейчас вот преклонит свою голову и задаст сам себе вопрос. К чему сегодня я иду в своем сердце? Есть ли сегодня то обетование, которое Бог дал для меня? Исследуйте, повернитесь, что Бог вам обещал, но вы сегодня к этому не стремитесь. Может, кто-то к чему-то не идет, кто-то остановился. Не для кого, просто сами для себя. Мое большое желание, чтобы все, кто присутствует сегодня на этом служении, вы вернулись к тому, что Бог открывал для вас. Что, может, вы сегодня как человек во время пророка Агея осуетились, оставили, отошли. Вы перестали строить храм. Кто-то задаст вопрос, где этот храм? Вы этот храм. И строим и строим мы сегодня сами себя через Слово Божье, через те обетования, которые Бог нам открывает. Мы сегодня духовно те, кого мы сделали из себя благодаря этим откровениям. Поэтому задай, задай себе вопрос. Будь сегодня искренний перед Богом. Чтобы фокус ваш, он не ушел со Слова Божьего, чтобы он не ушел со Слова Когда я говорю Слово Божье, я имею в виду Библию. Нет, со Слова Божьего, которое непосредственно открыто вам лично. Чтобы не звучало так. Ты работаешь много, да ты работаешь для дырявого кошелька. Все как уходит. Почему? Потому что есть то, ради чего Бог нас призвал. Есть то, ради чего Бог нас призвал. Исследуйте себя. Возьмите для себя это, знаете, как даже за правило. Мы сами с собой можем быть искренними, хотя временами мы пытаемся сами себя обмануть, но давайте учиться быть искренними перед Богом. Можно человека обмануть, но Бога никогда не получится обмануть. Поэтому задавайте себе вопрос, если я иду, куда я иду? Если я служу, ради чего я служу? Следующий малый пророк. Я перехожу к этому драгоценному камню, который... Потому что я хочу, чтобы это откровение поместилось в ваши сердца. Чтобы оно просто находилось в ваших сердцах. Потому что когда я касаюсь этого места, знаете, как в сегодняшний момент у меня внутри просто подъем. И вот это время есть. Я хочу... Откройте вместе со мной Захария 9-я глава. Мы живем Божьей целью. И Божья цель, она не земная цель. Я знаю, что сегодня это слово, оно касается многих. Оно сегодня будет касаться многих. Возьмите это. Я сегодня своей верой стою на этом слове. Захария 9-я глава 11-й 12-й стих. А что до тебя? Я написал Владимир. Я понимаю, что это было сказано к определенным людям и в определенное время, но Дух Божий может животворить это слово. А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из-за рва, в котором нет воды. Мое большое желание, чтобы на этом слове тебя каждый мог увидеть себя. Я хочу, чтобы Дух Божий он сегодня открывал и снаряжал каждого. А что до тебя, то ради крови завета твоего я освобожу. ради крови завета. Ради крови завета. Когда Бог говорил через Захарию кому-то это слово, оно касалось тоже его. И Бог всегда строит отношения свои с народом своим через завет. Все люди, о которых мы будем читать, Авраам, они все были в завете. И этот завет был заключен с Богом. Сегодня мы тоже в завете с нашим Богом через жертву Иисуса Христа. Через эту совершенную жертву мы сегодня в завете. И сегодня эти заветные отношения, потому что это то, что мы должны тоже возогревать в своем сердце понимание того, что я сегодня в завете с Богом. Есть то, что Бог будет исполнять в моей жизни, потому что это обетование по своему содержанию очень богато. Бог говорит, я в завете, мы должны видеть, что мы сегодня тоже в завете. И Он берет на себя эту миссию освобождать узников. Кто сие узники? Кто эти люди это узники? Сегодня те, кто еще не со Христом. Те, кто находятся в яме, в которой нет воды. Вода это надежда. Вода это жизнь. Вода это Божья благодать. И вот сегодня я знаю, что множество людей, которые ко мне имеют как родственники отношения и как духовная моя семья. Есть люди, кто отступил и сегодня находятся в этих духовных ямах, где нет воды. И для меня сегодня это звучит как обетование, что Бог освободит этих людей. Вот почему сегодня каждый должен уйти с этого места снаряженным. Посмотри на своих неверующих родственников. Посмотри на тех, кто может были рядом возле тебя, если ты служитель тех, кто были рядом возле тебя. Сегодня их нету. Это то, о ком наше сердце оно должно переживать. Я верю, что есть люди, кто неравнодушны, есть те люди, которые переживают за этих узников, которые находятся в обмане, которые находятся в духовном заключении, там, где нет благодати, где нет надежды. Может ищут для себя утешение и поддержку так, послушайте, Бог говорит, я освобожу этих узников. Временами можно смотреть на кого-то и пытаться ему что-то втылдычить, стучать ему в голову. Послушай, есть совсем другая жизнь, а оно ничего. Послушайте, сам себя узник не может освободить. Есть Бог, который милующий Бог. И сегодня Бог, Он говорит, что Он будет освобождать. Послушай, муж, жена, дети, братья, Бог будет освобождать. Бог верен своему слову. 12 стих. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники надеющиеся. Когда я сидел и размышлял над этим словом, я увидел, послушайте, сегодня есть и в церкви, даже в церкви, люди, которые становятся пленниками, находятся в плену. если вы сегодня слышите, и это касается вас, вы чувствуете, что вы находитесь в этом плену, нету жизни Божьей, вы сами себя обманули, какой может религии, вы просто приходите на служение, а нету жизни, нету изменений в вашей жизни. Это слово сегодня касается вас. Возвращайтесь на твердыню. Это твердыня, это Иисус. Есть такая притча, она детская такая притча, обычно на детском служении, о строительстве дома. Кто-то строит на песке, кто-то строит на камне. Придет, пришел ветер, и то, что было построено на песке, было разрушено, то, что было построено на камне, оно устояло. Я знаю, что и сегодня приходит этот ветер, приходят эти проблемы, которые, может, разрушают все. И ты понимаешь, стоп! Ходил в церковь, сколько, 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 а сегодня нету. Я сегодня не держусь за Иисуса, я наоборот сегодня в ропоте, я сегодня наоборот во всем негодовании, в гневе, даже на самого Бога. Почему? Потому что Бог не становился вашим, Иисус не становился вашим основанием. Когда Иисус основание, даже когда колеблет, когда трясет, послушайте, есть в этом сила. Поэтому, если вы сегодня чувствуете, что вы в плену, признайтесь сами себе, не бойтесь, признайтесь. Сегодня звучит возвращайся на твердыню, вы пленные, надеющиеся. Я думал, это мое провозглашение, это место Бог мне дал несколько месяцев назад. я думал, вот я в какую-то среду мы будем молиться, мы будем провозглашать, возвращайтесь, возвращайтесь. Бог мне не давал, потому что откровение было сырое. Если 11 стих в моем сердце горел, то 12 стих Бог в определенный момент проговорил, послушай, сегодня есть множество людей, они даже будут, они находятся в церкви, но они не могут согласиться, что они находятся в плену. они как в яме, в которой нет живительной влаги, они не испытывают жизни. Почему? Потому что в грехе, в религии у них нет искреннего покаяния, они каются, как плохой муж, который изменяет своей жене, принес цветы, ой, извини меня, дорогая, она, ой, да, я тебя прощаю, она разворачивается и опять уходит, занимается тем, чем он занимался. Вот точно так же есть некоторые находятся в церкви, таким образом живут. В субботу пришел, Господи, прости меня, я каюсь. Глаз открыл, молния не убила, фу, слава Богу, принят. Но он знает, что он в воскресенье уже вернется к тому, в чем он находился, в чем он жил. Послушай, ты находишься в яме. Ты не стоишь на основании, ты не стоишь на основании. Ты не стоишь сегодня на этой твердыне. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе во сколько? Вдвойне. Я верю в воздаяние вдвойне. Я верю в воздаяние вдвойне. Если вы сегодня на этом служении, пусть это слово, оно войдет как драгоценный камень в вашем сердце. Подними сегодня свои глаза своего сердца, посмотри вокруг, посмотри на своих неверующих. Скажи, вернетесь, Бог обещал мне. И я верю, что наши глаза будут видеть и мы будем радоваться. Может сегодня, знаете, как дьявол пытается внушить, как во время Аггея, ой, пробуждение, какой храм. Тая, посеять это уныние, стряхни это с себя, чтобы это уныние оно не остановило. Ой, вот раньше было время, раньше такие пробуждения, раньше такие покаяния были, а сегодня что это за покаяние? Послушайте, мы движемся от точки А в точку С. И если на этом пути есть какое-то испытание, которое нам надо пройти, послушайте, давайте сожмем свои зубы и мы пройдем, мы дойдем до того места, в котором Бог посетит и Бог благословит каждый дом, каждую семью, каждого из нас. Говорит, воздам вдвойне. Те, кто идут, Бог воздает вдвойне. Я дождусь, я дойду. Когда Бог мне дал это откровение, в одну ночь под утро я проснулся от такого переживания, я прихожу в церковь, прихожу на служение в этом зале, я захожу, вроде как немного опоздал, я захожу и я в ужасе, послушай, я в ужасе от того, что нету ни одного свободного места, все занято, я в ужасе от того, что я ничего для этого не сделал. То есть меня думал, стоп, а я же ничего для этого не сделал. И Бог мне начал говорить, послушай, ради крови завета твоего я освобожу, не ты, я освобожу. И я верю, что если мы сегодня становимся верой в Слово Божье, мы будем видеть Божье благословение. Мы будем видеть своих детей, мы будем видеть своих братьев, мы будем видеть тех, кто отступили, тех, кто сегодня трудится для дырявого кошелька, они тоже проходят свой путь. Они тоже проходят свой путь, но мы должны пройти свой путь, чтобы Бог нам сказал, ради крови завета я освобожу твоих узников, не меня, а тех, кто нуждается сегодня в свободе. Вот почему сегодня нам необходимо стоять. Вот почему нам сегодня необходимо бодрствовать по одной только причине вернуться, придут. Это то, ради чего мы сегодня живем. Это то, что мы сегодня носим в своем сердце. Во имя Иисуса преклоним голову. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты освобождаешь. Благодарю за то, что Ты посылаешь свое слово, и оно течет подобно реке. Пусть сегодня это обетование, пусть сегодня это слово, Господь, оно течет подобно реке через сердце каждого, кто слышит это слово. Поселись сегодня в этом слове в наших сердцах, чтобы когда мы смотрим даже на самых отпетых грешников, даже на самых отпетых богоборцев, которые борются против Тебя, мы могли сказать, ради крови завета мои дети будут служить Тебе. Они выйдут с этого рабства плена. Ты освободишь самого глубокого рва, мы осознаем, мы не в силе это сделать. Но у Тебя сила воскрешающая, которая воскресила из гроба нашего Спасителя. И мы верим, что сегодня эта сила, она тоже действует в жизни тех людей, за кого мы простираемся верой, в ком мы сегодня видим этих узников. Мы сегодня опираемся своей верой на завет, который был заключен с нами. И мы в духе благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня в это время являешь. Я молюсь сегодня за тех людей, кто оказался обманут, кто оказался в этих темничных духовных узах. И может сегодня они находятся даже в Доме Божьем. Я молюсь, Отец, и я благодарю Тебя за то, что это Слово, оно живо и действенно. Ты приходишь в жизнь этих людей. Благодарю Тебя, святый, величаю Тебя за то, что Ты открываешь глаза, за то, что Ты спасаешь, за то, что Ты милуешь Господь. Святый, спасибо, 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 что мы будем видеть это, мы верим в это, мы стоим на этом. Мы верим Господь, что еще жатва впереди, что множество спасенных душ, они еще войдут в Царство Божье, они войдут в церковь Твою, Господь. Я верю, что многие выйдут с этих уз и восстановятся в своем служении, встанут на Тебе, как на твердыне, Иисус, как на краеугольном камне, для того, чтобы Ты был прославлен и возвеличен мой Бог. Во имя Иисуса. Я благодарю за то, что и в это время Ты нам открываешь, и Ты перед нами через обетование ставишь цели. Ты даешь нам направление для нашей веры, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю за то, что стряхиваешь пыль духом своим, сдуваешь пыль с того слова, которое Ты уже нам даровал, как обетование для Своей Церкви. Благослови. Благослови, Господь. Благослови. Я молю, чтобы этот месяц, этот месяц был временем исследования наших сердец, чтобы ничто, что было посеяно Тобой в наши сердца, в нашей жизни, оно не прошло даром, и оно не погибло. Во имя Иисуса. И весь народ да скажет Аминь.